Всем привет! В эфире импровизация! И да, это не программа на канале ТНТ, а эрайсик на канале Осетия и Рештон. Сегодня у нас будет немного необычный выпуск, но подробности далее. Какая сегодня замечательная погода. Я, к примеру, сам гулял по парку. А я сегодня ехала сама от Виколины до Цума. В современном времени такие самостоятельные дети, не так ли? Да, я тоже так думаю. И как раз репортаж о современных детях и очень самостоятельных подготовили корреспонденты эрайсика. Все рождаются маленькими и беспомощными. А когда вырастают, хотят принимать свои собственные решения. Маленький ребенок зависим от взрослого, особенно от мамы. У меня нередко бывают проблемы со взрослыми. Иногда мама просто меня не понимает, о чем я говорю. Например, если я поругалась с кем-нибудь из родителей, ну из-за какого-то повода, то тогда просто подхожу и говорю, извините, я больше так не буду. Ну вот, у меня проблема. Я хочу скушать кашу, а мама говорит, скушает макароны. Давайте подумаем, что делать. Мама решает, что надеть, чем накормить, что купить. В общем, многие годы у мамы много забот. В школе поддержка родителей нужна для освоения ее программы. Какие у тебя бывают проблемы со взрослыми? В основном никакие. Ну, может быть, когда я уроки не хочу делать, а это всегда бывает. Когда я в телефоне, постоянно папа заходит и говорит, иди учи уроки. Я говорю, может, еще час? Он говорит, хорошо. Сижу час еще в телефоне или минимум два. Заходит и говорит, давай, иди делай уроки. Я иду делать уроки и втихую иногда в телефон играю. Иногда меня не понимает мама, и если я хочу ей что-то сказать, то она думает, что я о чем-то другом. Или когда я ей говорю, что я сейчас буду делать уроки, она говорит, не сейчас, а сейчас же. А еще пока ребенок маленький, родители должны обучить его правилам поведения. Согласитесь, что вес, возраст и рост – это еще не признаки взрослости. Этот признак проявляется, когда ребенок хочет сделать что-то самостоятельно. Обратите внимание, что этот процесс не резкий, как скачок, а постепенный. Пытаешься ли ты найти общий язык со взрослыми? Конечно, нахожу. Думаю, сейчас, как помириться с родителями. И подхожу, извиняюсь перед ними и обнимаю их. Это скорее я ее не слушаю, но она часто ругает меня из-за того, что я не сажусь делать уроки. Например, папа мне говорит, типа, садись быстро за уроки. А я не хочу, а вы не садитесь. Я ему говорю, нет, давай еще 15 минут. Тогда он соглашается, говорит, хорошо, еще 15 минут. Потом через 15 минут она опять ко мне подходит и говорит, давай садись за уроки. Я говорю, а можно еще 15 минут? И так потом он меня берет за руку и тащит к столу, и сажает меня, и кладет передо мной портфель и говорит, садись и давай учи. Часто, если нас папа гонит вниз, чтобы мы помылись, ну мы не такие быстрые и шустрые, что за одну секунду. Если мы чистим свои зубы, он все равно гонит нас. И быстрее, и быстрее, и все такое. Как ты находишь общий язык с родителями? Это они, наоборот, можно сказать, со мной находят общий язык, потому что я особо не болтаю с родителями, это они меня зовут, говорят, чтобы я им помог как-то, ну и так далее. Как-то так получается, что мама, кажется, лучше знает, что купить грузовик, хотя сын хочет трансформер. Или дочке, надеть юбку, которую достала мама, а не которую она сама. Вот теперь давайте вернемся к моей проблеме. Первый вариант решения. Можно попросить у мамы сегодня съесть кашу, а завтра уже макароны. Второй вариант. Можно настоять на своем. И третий. Можно договориться с мамой. Поговорите с ней. Такое решение лучше. Ну снова проблема. Мама хочет купить куклу, а я хочу блокнот. И тут я понимаю, что права мама. Она знает, что с куклой я хотя бы буду играть, а блокнот останется пустым, потому что мне будет лень делать в него записи. Конечно, мамы для нас всегда хотят только лучшего. Но часто бывает, что у вас просто разные вкусы в еде, в одежде. Поэтому становиться взрослыми непросто. Приходится решать много серьезных проблем и находить выходы из непростых ситуаций. Так что не торопитесь взрослеть. Всему свое время. София Казенова. Специально для Расика. Делать добро всегда хорошо и правильно. Особенно, когда помогаешь больным детям. Вся республика знает девочку Арнеллу. Сейчас все люди стараются помочь ей. У Ланы в 47-й школе прошла акция. Помощи Арнелле. Каждый из нас чувствует себя полноценным. Бегает, ходит и может совершать тысячу движений. А у маленькой девочки Арнеллы Персаевой такого шанса может не быть. Хотя она совсем недавно научилась ходить. В 47-й школе проходит акция, где дети разного возраста пытаются своими кулинарными изделиями, подделками и рисунками собрать хоть какую-то сумму для лечения маленькой девочки. И пусть этот вклад будет небольшой, но от чистого сердца и от чистой души. Ты приготовил что-нибудь для ярмарки? Да. А что? Игру надолго. Пальчики с орехом, бублики и печенье. Печенье. Я ничего не приготовил, я только покупаю. Сегодня вся республика пытается изменить страшный вердикт науки. У Арнеллы редкое генетическое заболевание, которое приводит к нарушению двигательной активности и отставанию развития внутренних органов. Малышка каждый день растет. Ей хочется ходить в детский сад, петь, танцевать на утренниках, кружиться в бальном платье, бегать с друзьями по двору и просто жить. Можно сотворить чудо, остановить время. И тогда невозможное станет возможным. К сожалению, мы живем не в сказке, но своими стараниями и делами мы можем сказку превратить в явь. Я считаю, что чудо может случиться всегда. Ты хотела бы стать волшебником? Волшебником? Наверное, нет. С большой силой следует большая ответственность, поэтому лучше я буду обычным человеком, которому будет помогать какой-нибудь ответственный маг. Я бы пожелала этой девочке скорейшего восторгования и наколдовала бы. Ты веришь в чудеса? Да. А почему? Они сбываются. В наше время не все можно купить за деньги, но в данном случае у Арнеллы есть шанс выздороветь. Лекарство безумно дорогое – 2,5 миллиона долларов. Эта сумма невероятно огромная, и мы всей республикой Северной Осетии стараемся хоть как-то помочь. Некоторые покупают машины, виллы, дорогие украшения, а можно подарить ребенку будущее, жизнь. Если бы у тебя в руках был аленький цветочек, что бы ты попросил? Чтобы этой девочке, для которой мы сейчас собираем деньги, тоже уже не требовалась помощь. И чтобы все люди были добрее. У нас мало времени собрать нужную сумму, но нельзя отчаиваться. Пока мы вместе, мы сила. Завтра и другие школы и организации будут творить добро. Попыталась рассказать о большой проблеме маленькой девочки корреспондент программы «Расик» Ланна Кайтмазова. Кем ты хочешь стать? Вообще бизнесменом. Но когда-то я хотел стать актером. Многим же нравится играть роли, а многим нравится смотреть на то, как их играют. Актерами могут быть не только взрослые, но и дети. Этому они учатся в кружках и студиях актерского мастерства. Сегодня я и съемочная группа «Расика» расскажут вам о театральной студии «Синяя птица». Играем в сказки. У каждого есть роли. У меня роль Карлосона. Я люблю выступать перед зрителем. Я волнуюсь, что я могу перепутать роли. Я волнуюсь, что я могу стих неправильно рассказать. Поэтому я собираюсь все сразу понять, что я выучила, что мне надо сказать. И собираюсь перед выступлением. Я пытаюсь не нервничать так сильно. Театральная студия «Синяя птица» находится в Доме детского творчества. Руководитель студии Нина Семенова. Сослужен работник сферы образования и музыкального общества Российской Федерации. «Синяя птица» учатся дети разного возраста. Мы сейчас ставим спектакль «Мэри Поппин». В младшей группе бывает сначала сковороговорки учат. Разные маленькие сценки ставят. А уже старшие ставят нормальные, большие спектакли. Трудно ли быть актером? Ну, смотря для кого. Мне не трудно. Ну, конечно, трудно. Просто когда ты учишь слова, ты забываешь. Тебе просто делают замечания. Это очень трудно. Сначала, когда я начала учиться в студии театра «Синяя птица», мне было очень трудно учить слова, ставить интонацию. Сейчас я уже все это намного легче запоминаю. Театр дает возможность каждому ребенку раскрыть свой талант, прикоснуться к удивительному миру спектаклей, примеряя на себе образ разных героев, уметь играть на сцене и красиво выражать свои мысли. И важно, чтобы сердце не роптало о том, что мир суровый и чужой, а чтоб его с собою обнимало, с любовью безусловной и большой. Какие роли ты любишь исполнять? Я люблю девушку чаще и мальчиковские. Иногда бывает, что я волнуюсь. Если роль сложная и слова чуть-чуть забываются, тогда я начинаю чуть-чуть волноваться. Но выступать я люблю. А когда легкие слова, и я их уже наизусть знаю, мне легко. Ты любишь выступать перед зрителями и не волнуешься? Ну, сначала я собираю себя в кучу и под страх выкидываю. И тогда уже не боюсь выступать перед зрителями. Студия театрального искусства – это путь к совершенству. Чтобы стать актером, не надо бояться сцены, уметь изображать героев, понимать душу автора пьесы. Любой человек может попробовать себя в актерском искусстве. С вами была Дана Ревазова и съемочная группа «Араска». Эдак, зачем ты отжимаешься? Ну как, я же должен держать себя в форме. Недавно я узнала о такой вещи, как воркаут. Эти ребята всегда держат себя в форме. Воркаут – это не цветок, не растение, не лекарство, а уличная гимнастика. Включает в себя выполнение упражнений на турниках, брусьях, швидких стенках и прочих конструкциях. Я команду, допустим, встретил сначала, потом видел ролики на ютубе, попросился с ними потренироваться и так началось. Не, ну самое плохое в воркауте – это вот большой минус – это мозоли просто, вот такие мозоли. Пока что у нас нет залов, но нам строят площадки. Это недостаток, да, потому что на улице тренироваться совсем не то, особенно зимой. Главное не есть всякое подряд, именно вот Макдональдс, там всякие постулы и так далее, так вот. Обычная дань чего не решает. Главное – здоровый сон. Уличная гимнастика отнесена к любительскому виду спорта. Основной акцент делается на работу собственным весом, развитии силы и выносливости. Турники и брусья начали активно устанавливаться еще во времена СССР в целях распространения физкультурных занятий среди молодежи. Изменилась ли ваша самооценка после того, как вы начали заниматься воркаутом? Не, ну если честно, до занятий воркаутом я был более такой худенький, если честно. И после, ну, года тренировок, то как-то вот больше. Начал думать, что я более большой, как бы, и, ну, это было заметно внешне. И самое главное – поддерживать свой вес, какой у тебя есть, или набирать больше, смотря как, ну, это уже как тебе больше понравится. А важно именно иметь какой-то определенный вес? Определенный вес? Нет, но людям с маленькими параметрами, то есть, как он, маленького роста и такого худощавого телосложения, им бывает попроще немного. Делаю и делаю все, никакого чувства здесь, ничего не сжимается вообще. Почему? А что же у вас тогда прямо? Ну, просто, мы просто привыкли, отточили все это, и уже, как бы, нам это стандартно делать. Духовный спорт, чувствуешь, как летаешь, и это круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие преимущества есть в уличной гимнастике? Ну, что это доступный вид спорта. В принципе, не нужны деньги, чтобы ходить в зал и заниматься там. Можно заниматься на любых турниках, на улице, там во дворе, на площадках. Когда вы исполняете трюки или какие-то другие воркаутеры, мне прям захватывает дух. А что вы испытываете, когда делаете трюки? Ну, смотря какие трюки. Только я уже знаю, то ничего есть. А вот новые трюки – страх иногда. Потому что есть большой риск упасть и сломать себе что-нибудь. Два раза ломал кисти обе ногу и нос три раза. Это было на турнике? Да. А у тебя были травмы? Перелом предплечья, оно разделилось на две стороны и разбило голову. Вы все равно занимаетесь этим? Да. Креативность своябразная есть, в принципе. Ну, за нее больше очков дают на соревнованиях. Ну, за креативность тоже оценивать, если честно. Это чисто вот всякие заморозчики в элементах и... Ну, всякий такой фетиш, чтобы выходит. Самое сложное – это вот из направления воркаута статика. Ну, допустим, фулл самолеты. Ну, это чисто вот для меня сложно. А так все остальное более-менее легко. В принципе, в первые разы бывает очень страшно. Как бы упадешь – нет, там ты уже летишь и гадаешь, что сейчас будет. А потом уже, в принципе, никаких ощущений. Либо упадешь, либо не упадешь. Страх. То есть воркаутера есть самый сложный элемент. Для каждого слой сложный. Каждый, ну... То есть, например, для меня 360, который я уже с 13-го года не могу сделать. Ну, из направления динамики. А некоторые его просто за один день учат. Такое нелегко повторить. Для этих нужно приложить много усилий и долго тренироваться. Эрасик заканчивается. А мы уже начали готовить для вас новые интересные сюжеты. А пока следите за нами. Нас можно посмотреть в Инстаграме или в Ютубе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!